Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Войну тоже ввела в присущей ей форме Обстрел Гянджи и бомбардировка Барды и Тартара не испугали Азербайджанскую армию, не сломили ее дух. Применявшаяся в течение 44 дней тактикой «Идти только вперед» была завоевана Шушинская крепость. С флагом в руках и слезами радости на глазах азербайджанский народ вышел на улицы. Тем самым были написаны новые страницы истории Азербайджана. На этих страницах – Дни освобождения от оккупации наших районов, «Праздник Победы – День Победы». Это победа историческая. Азербайджанский народ ждал этого дня около 30 лет. На протяжении почти 30 лет он ждал приказа Верховного Главнокомандующего. Обращаясь к азербайджанскому народу, я неоднократно говорил, что мы должны стать сильнее. И мы знаем, что, когда и как надо сделать. Жизнь показала, что мы предприняли своевременные шаги, облизовав все свои силы, создали железный кулак и разбили им голову врага. В этом году исполняется два года с тех пор, как азербайджанский флаг развивается в Карабахе и восточном Зангизуре. На этих флагах – сила и мощь сыновей Азербайджана, кровь наших шахидов, 30-летняя тоска и слезы по родным краям. Единство и воля нашего народа, мощь, величие и будущее азербайджанского государства. Айшам Рустамова, Камаль Азиз Гызы, Новости АС-ТВ Вновь подверглись обстрелу нашей позиции в кербайджарском направлении. Вчера с 19.35 до 21.50 подразделения вооруженных сил Армении с позицией в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басар-Кичарского района подверили обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиций нашей армии в направлении населенных пунктов Молла-Байрамлы и Бязирхана Кербайджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Об этом сообщило Министерство обороны. По инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкина состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзаяна. Визит главы внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова Вашингтон уже начался. Об этом сообщает МИД. 7 ноября 2020 года. Это был 42-й день контрнаступательной операции «Железный кулак» азербайджанской армии в ответ на масштабную провокацию вооруженных сил Армении по всей линии фронта. В этот день с фронта продолжали поступать победные вести. Хотя враг и подверг артобстрелам населенные пункты Ахджабедзинского района, но понес тяжелые потери. В результате обстрела направлявшейся из Ахдама в Ханки-Анды военной колонны вооруженных сил Армении в составе трех КАМАЗов, двух Уралов и двух БМП было уничтожено большое количество военнослужащих противника. Министерство обороны распространило новые видеокадры, освобожденных от оккупации наших территорий. Азербайджанская армия освободила несколько сел Физулинского, Джабраевского, Губадлинского, Зяньгиланского, Ходжалинского и Ходжавинского районов. Президент победоносной верховной главнокомандующей Ильхам Алиев сообщил об этом на своей странице в Твиттер. Военнослужащий Министерства внутренних дел подорвался на мине, на освобожден от оккупации территории. Об этом проинформировали в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД. Сообщается, что получивший в результате взрыва ранения военнослужащий был немедленно госпитализирован. В продолжавшиеся 44 дня войне за справедливость нам, можно сказать, посчастливилось каждый день слышать победные вести о продвижении нашей доблести на армии. Мы шаг за шагом шли к великой победе, но на этом пути были потери. И не только на фронте. Один из погибших от осколков вражеской ракеты 7 октября 2020 года 16-летний школьник Шихид Шахмал Рягимов. 7 ноября 2020 года село Нджавку-Лугбайли Бардинского района сотрясли взрывом. Вооруженные силы Армении подвергли его ракетному встрелу. И в этот раз мишенью для врага вновь стали мирные жители. Двоеродный брат Шахмалы Сары Рагимов рассказал, что незадолго до случившегося они были вместе. Он до сих пор не может поверить в его гибель. Не может понять, почему убили безоружного школьника. Спустя полчаса после того, как мы разошлись, раздался звук громкого взрыва. Прибежали сюда. Увидели, что упала вражеская ракета. Шахмалы был рядом с животными. Осколок ракеты попал в его голову. Осколок ракеты, упущенный врагом по гражданскому населению, оборвал жизни стеклассника. Не исполнились его мечты. Он не узнал об освобождении Лачина, которого так и не увидел. Однако это не было первым кровавым преступлением военно-политического режима Армении. Во время Отечественной войны в Тартаре был убит ровесник Шахмалы Орхан Исмейлзаде, Берды, 7-летний Айсу, Гянджи, трое несовершеннолетних. 73-летняя бабушка Секина Ханум говорит, что Шахмалы снится ей каждую ночь. Двое из тройняших на военной службе, только Шахмалы не смог стать военным и служить родине. Он не успел окончить школу, не ушел служить. К армии внука готовил его брат в мире. Вижу во сне Шахмалы спрашивает, не скучаю ли я по нему. Отвечаю, ты же умер, сынок, откуда явился. Отвечаю, что навестил брата на службе, у которого все хорошо. Невыносимо больно терять ребенка. После гибели Шахмалы здоровье его матери ухудшилось. Не может смириться с его гибелью. Произошедшие еще одно доказательство совершенных Армении преступлений. Не только Шахмалы. Столько наших школьников, малышей стали шахидами. Его одноклассники, школьный коллектив каждый год на каждом мероприятии вспоминают Шахмалы. Сегодня в лице ученика 10 класса Шахмалы Рагимова мы чтим память всех шахидов. Жизнь Шахмалы оборвалась на взлете, но его мечта сбылась. Лачин освободили от оккупации. В польской столице состоялась встреча с действующими в этой стране азербайджанскими общинами. Поздравив наших соотечественников с 8 ноября Днем Победы, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов остановился на проводимой работе по обеспечению солидарности проживающих за рубежом азербайджанцев, укреплению их связей с Родиной. На встрече были представлены подробные видеоотчеты о направлении деятельности реализуемых в структуре и проектах, а также просветительские видеоролики. Встреча завершилась обменом мнениями по различным темам. В Тбилиси отметили День Победы. На состоявшемся в Международной школе номер 64 мероприятия приняли участие глава азербайджанской дифмиссии в Грузии Фаек Гулиев, руководители азербайджанских молодежных организаций, представители общественности. Выступившие остановились на исторической значимости Дня Победы, подчеркнули, что завоеванные под руководством победоносного Верховного главнокомандующего президента Эльхама Алиева славная победа азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне является одной из блестящих побед в истории не только Южного Кавказа, но и мировой военной истории. Мероприятие продолжилось с концертной программой. Участники танцевального ансамбля «Джейран» продемонстрировали азербайджанские и грузинские танцы, а также исполнили турецкий марш. В Братской Турции широко отмечается вторая годовщина нашей славной победы. Мероприятие организовано Федерацией обществ турецко-азербайджанской дружбы и Домом Азербайджана в их дыре. Началось с минуты молчания в память о шехидах. Выступившие отметили, что 44-дневная Отечественная война это историческое летофис героизма и славная победа также открыла новую страницу в Азербайджано-Турецком братстве. Достигнутая благодаря доблести азербайджанской армии под руководством президента Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильха Малиева, историческая победа сыграла важную роль в превращении некогда казавшегося мечтой тюркского единства в реальность. Мероприятие, в котором приняли участие представители местных органов власти, политических партий, неправительственных организаций и общественности завершилось художественной программой. Продолжаем выпуск. Российско-Украинская война продолжается. По данным украинской страны, российская армия нанесла новые удары по населенным пунктам. Между тем, по данным украинской разведки, запасы современных ракет у России резко сократились. Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, Россия использовала около 80% своих современных ракет. Об этом заявил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По данным разведки, у России осталось 120 ракет «Искандер» и 40 ракет «Кинжал». Именно по этой причине Москва решила закупить у Ирана баллистические ракеты типа «Фатех-110» и «Зольфугар». По словам Скибицкого, у Украины пока нет эффективной системы защиты от ракет такого типа. Напомним, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что до начала войны Россия имела в распоряжении 900 ракет «Искандер», 500 ракет «Калибр» и 444 крылатых ракет типа «Х-101» и «Х-555». В настоящее время их количество резко сократилось. И если так будет продолжаться, обороноспособность России на других направлениях может быть серьёзно ослаблена. По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, за последние сутки по всей территории страны было нанесено 4 ракетных и 24 авиационных ударов. Российские войска обстреляли 30 населённых пунктов Запорожья, Донецке, Луганске, Николаеве и Ферсоне. Отмечается, что из реактивных систем залпового огня было произведено более 55 выстрелов. Кроме того, российские войска продолжали наносить удары посредством беспилотников. Тарда Абасова, Миликар Аслан Загин, Новости АСТВ. В Баку по случаю Дня Победы 8 ноября состоится шествие военного оркестра. С 8.00 до 13.00 планируется шествие личного состава в сопровождении военного оркестра по столичным улицам и проспектам в трёх направлениях. В Приморском национальном парке будет организован праздничный концерт, который начнётся в 19.00. Фейерверк состоится в 21.00. В праздничные дни Бакинский международный автовокзальный комплекс работает в усиленном режиме. Как сообщили в структуре, в основном пассажиропоток из Баку в регионы наблюдается в 14 направлениях. Это Губа, Гусар, Масалы, Ленгеран, Лерейка, Астара, Гянджа, Красный мост, Мегачавери, Смайлы, Гядаля, Шаке, Каак, Сакатава. Принимая во внимание возросший пассажиропоток, с целью эффективной организации движения на линии выпущены дополнительные автобусы. 5 ноября посредством 289 регулярных и нерегулярных рейсов в различные города и районы перевезено более 9 тысяч. 6 ноября свыше 8,5 тысяч пассажиров. Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзала, кассах предварительных продаж и на сайте автовокзал.ас. Усиленный режим работы продлится до 9 ноября. И в заключение о коронавирусе. В Азербайджане еще 6 человек заразились COVID-19, 13 вылечились. По сегодняшний день в нашей стране коронавирусом заразились 823 539 человек. 813 302 человека вылечились, 9 957 человек скончались. Продолжают лечение 280 человек. За последние сутки проведено 598, всего же 7 333 740 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб при кабинете министров. У нас все новости к этому часу. А эфир азербайджанского телевизия продолжит фильм «Гарабах ильмялярда». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова